всем 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 привет мы продолжаем играть бас-симулятор с некоторой периодичностью но друзья как получается так вот и записывали сейчас очень не плотный рабочий график перед отпуском поэтому надо побольше поработать чтобы побольше заработать и отдыхать себя спокойно но у нас как я вам обещал сегодня будет новая страна что это будет через пару минут узнаем а вы пока устраивайтесь поудобнее закрывайте двери окна на засов чтобы ни одна единая душа вас не отвлекала берите всякий вкусняшечки желаем вам всем приятного просмотра аппетита или спокойной ночи и не забывайте подписаться на канал и рекомендовать друзьям у нас сегодня австралия я хочу поездить в австралии и посмотреть что она из себя представляет страна страна австралия так это все наши купленные австралия купить отлично выбираем страну австралии и понятное дело самые дорогие ну по 30-40 тысяч это бессмысленно а что это у нас за такая страна интересно я думал в австралии там будет это точно австралия австралия я думал будет сиднее там центральный город а здесь даже сиднее близко нету обалдеть а почему сиднее есть но да уж ладно тогда отдалает арендуем создать офис следующий австралия город альбюри смотрим маршрут если будет короткий мы тогда третий город купим афганистан с вами в прошлых сериях уже прокатали ой но это совсем маленький маршрут будет вот реально совсем маленький маршрут значит нам нужно терминал нужно 3 эти с хотел сказать 3 страна 3 город нужен быть смотрим по деньгам у нас принципе сейчас все хорошо какой город да вот этот баларат арендуем но не арендуем а создаем офис но вот теперь полноправно мы можем пойти создать маршрут получается у нас будет маршрут идти аделэйт альбюри и баларат но он хочет так нам показать ну давайте хорошо конечно же я сам буду играть о и можно рекламку пузыркнуть вот знаете что самое интересное вот я нажимаю пропуск и реклама не идет какие-то проблемы у этой игры с рекламой да и вообще хочу сказать что сейчас последнее время что-то у всех игры с рекламы большая большие натяжки ну короче капец просидел я вводил семь с половиной минуту так вот тупо смотря в экран ну ладно время уже пришло запускаем 68 билетов есть купленных нас преди три города давайте посмотрим чем у нас может австралия удивить очень и очень не это интересно так включаемся погромче делаем включаем вот это вот сразу кондиционер мультимедиа ну и в принципе пока все можно начинать ехать многоэтажка да круто но кстати сказать подъезд то удобный прям я могу наверно сразу с первого раза заехать ой даже очень круто это большая редкость так открою открываемся конечно и жму пропуск пусть люди быстрее засаживаются все мы готовы мы готовы погнали так все мы закрываем проверяем нет спасибо это мне не нужно проверяем все это включено и можно отправляться в путь вопрос теперь очень интересно как куда мне отсюда выезжать ну то отличие премьер вижу многоэтажки 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 стоп все погнали вправо я так думаю наверно вправо нам на нет нет значит едем надо развернуться стоп вперед а где вот наверно выезд хорошо ну такая территория здесь автовокзала большая широкая стоп ты мне откроешь спасибо и вам хорошо провести время так а нам нужно налево до стоп смотрим никого ну как-то хорошо хорошо но и не знаю здесь прям отличие отличие конечно есть а куда нам теперь вот сюда погнали широкая дорога класс не ну знаете стоп вот поехали нам по прямой надо ну отличие есть да все светофорах кстати сказать главное на светофор не попасть на красный так домики домики ну правда да однотипные домики но они тоже ничего страшного по крайней мере отличается от тех локаций где мы с вами до этого были это очень важно что хоть как какие-то отличие есть а эти стоят чего-то пальмы вижу но по идее между городами должна быть сплошная пустыня ну посмотрим посмотрим как мы из города выйдем из нашего я удивлен что сильные я думаю не некрасиво проработают оказывается совсем дешево стоит и значит там ничего такого отличительного не должно быть ну что хочу сказать в любом случае я еще несколько серий наверное по австралии запишу да и вообще все те страны где мы с вами были я обязательно буду дополнительно под записывать стоп не то я конечно сейчас немного нарушает но пусть простят я первый раз в австралии ездил серьезно ну вот как это понимать вот придурочный стоп стоп я неправильно понял навигант так вот сюда нам надо но это очень похоже на американские дороги которые мы с вами ездили вот эти заезды на мост так честно я его правда не увидел я этого грузовика даже не увидел все отключаемся ну ладно маленькая авария это не страшно ничего страшного там нету продолжаем путь продолжаем на рассматривать город в котором мы сейчас находимся так надо перестроиться пока мы едем по прямой но выезд из города большой и сам по себе город большой тут конечно ну все мы наверное уже выезжаем в область на межгород а что это гора такая как будто куча чего то там но похоже на кучу реально чего то там а не на гору на самом то деле пока я тут по сторонам гляжу я даже не гляжу свои зеркала это очень плохо я кстати с вами кое что забыл открыть а пассажиры пока довольны это очень слабенько ну вот как он говорил с чего это такое как говорил что в основном пустыня должна быть о мои уже эти проголодались пассажиры хорошо сейчас посмотрим заедем в местные кафешки посмотрим что они себе представляют стоп это же кафешка не знаю стоп ничего тут такого а это у нас что нет вот наверно кафешка идет не заправка а кафешка ну идите да покушайте ну знаете поудобнее сделать на самом деле конечно они довольны будут открыть дверь пропуск ну тоже слишком долго здесь на этом зациклиться как они будут уходить заходить ну виды конечно интересные все все ну значит поехали друзья все у нас закрыто да нам надо еще какой-то скриншотик обязательно сделать сегодня с каким-нибудь видом интересным так ну поехали дальше а мне понравился интересный вид вау фонари стоят охренеть они еще и горят у мне прям нравится мне прям очень-очень нравится это дело сколько километров я не вижу но у нас больше тысячи километров 60 раз путь этот занимает так на обгон пойдемте все проехали можно нет нельзя я я кстати левое зеркало плохо вижу почему-то оно мне какое-то затемненное ну ну красиво стой выруливаю выруливаю а чего вот так медленно едете скажите мне я по и обогнать нельзя хотя да здесь двойная сплошная конечно же нельзя нельзя это очень серьезное нарушение но вот что они так тупят вот и не могу понять что за искусственный интеллект здесь тупой реально ну я привык с более высокой скоростью ехать я вот смотрю и обогнать нельзя один за одним по встречке тут ничего страшного главное мы эту толпу неадекватных обогнали на самом деле то фиг с ними ну отремонтирую автобус не страшно это не страшно пассажиры пока довольны и это не самое главное главное больше уже в аварии не попадать ну вот мы хоть разогнали здесь ну наконец то так восемьдесят девять процентов нет мы до следующей поедем ммм я слишком быстро еду ну хорошо до суточки будут держать я вас услышал пассажиры мои я вас услышал услышал так темнеет как там у задорного было смеркалось вот у нас сейчас смеркается тихенько спокойненько мы идем ой красотища ой красотища я даже чуть-чуть притормозил но жалко что он так далеко поезд был мы вблизи его не рассмотрели а вот он еще один раз два четыре четыре вагона у него круто так смотрим ну да мы быстро едем друзья за 105 километров но хотя бы около ста на это держаться я так понимаю мы куда-то въезжаем но надо пассажиров покормить ага не покормим это ремонтная мастерская перестраиваемся в третий ряд и попробуем всех этих черепашек обогнать тем более учитывая что у нас здесь три полосы это очень хорошо но иногда бесит водитель которые строились в третий ряд самый скоростный и едут себе еле 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 да нахрена что туда стал нахрена ты стал и едешь что это за принципы вот так хочется подойти и постучать по голове чтобы они себя адекватно вели есть первый второй ряд вот и едь там ей как хочешь еле еле хоть 40 километров в первый ряд встань и едь но не в третьем ряду а я так понимаю мы приблизились к нашему второму городу была рад вот да еще один скриншон эй продолжить ну из-за этого вот ладно ничего страшного то к нашему второму городу мы приблизились ой вот откуда ты выскочил вот откуда ты выскочил так там никого нету можно перестраиваться уху замечательно да мы быстро едем я притормаживаю притормаживаю так нам сейчас налево надо это вы серьезно стоп стоп значит вот так вот делаем вот куда он летел вот куда он летел стоп не могу понять куда он летел стоп вообще неадекватный водитель вообще неадекватный да я тоже как бы не очень сильно адекватен сейчас был ну но они тоже неадекватные это такая большая луна обалдеть все еще и штраф поймали ой да ладно что уж теперь горевать напоролись на штраф так напоролись так это наша контрольная точка ну мне прям лунище обалдеть стоп да мы уже приехали мы уже приехали в первый город теперь надо во второй так где 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 погнали где у нас тут поворот направо подождите-ка нет дальше дальше да мы почти приехали ну только из-за аварий у нас как всегда все мы приехали мы приехали замечательно ну ты мне откроешь а зачем уже воды давать если мы уже с вами приехали и и и и и и и что я не ровно встал серьезно очень интересно почему так так открываем двери все нагружаем и нажимаем у нас еще с вами один город и албурь так часть пассажиров вышла походу все сейчас еще у нас загрузится и мы поедем все все готовы погнали о мы теперь ночью будем ехать круто надо пассажиров сейчас будет прям покормить обязательно а нам опять налево 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 ну в общем да никого вот и погнали раз никого ну все заезд все это очень похоже с первым городом вот реально ну будет возможность прямо в первую же кафешечку мы с вами заедем покормим отдохнем немножко ну блин друзья я может быть раз в месяц захожу стоп успели отлично поэтому конечно навык пропадает иногда аккуратно вот навык аккуратности это вообще здесь прям пытаешься быть аккуратнее и аккуратнее но не всегда все получается иногда я реально туплю ооо это вы сейчас видели я аж видел что камаз летел и все равно в наглую пошел думал что он затормозит а здесь такое не приветствуется у водителей как вы видите друг другу тут никто не уступает ну поэтому я тоже по такому принципу ездил это хотя конечно хочется что все было кулюторно красиво ой друзья я вас сейчас как мы только 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 будет возможность пассажиры мои любимые я вас обязательно завезу в какую нибудь кафешечку так мы теперь знаем что заезжать надо вот сюда да уже горьким опытом научным и вот как так вот как ты так не не свернул не понимаю вот как он так не свернул все выехали погнали дальше интересно здесь такой же долгий выезд будет ну посмотрим интересно будет посмотреть нет наверное знаете все таки я в сидней куплю обязательно и в какой-нибудь из последующих серий мы в сидней съездим я понимаю что там будет какая-то какой-то торшачок ну то есть ничего интересного не будет ну блин хочется посмотреть какие здесь автовокзалы города среди самых дешевых по цене это будет интересно но мне сейчас здесь удивляет что везде фонари фонари стоят это очень круто мы можем только мечты посмотрите молнии видны ой красотища вот это сейчас красивый тут спору вообще нет никак уходим 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 так я смотрю справа что то есть обязательно сейчас туда заедем главное да мы и так уже настроение пассажиров настроение пассажирам подпортили изрядно неаккуратным вождением так смотрим что здесь у нас она здесь что только автозаправка и все стой да здесь только автозаправка хреново так хорошо тогда ждем следующий все можно отключать я не вижу вправо стекло свое вообще стекло вправо зеркало вообще ничего мне поинтересно знать сколько километров осталось но здесь навигатор это плохой навигатор да очень мелкие цифры не вижу совершенно ничего вот она кафешечка есть вот у нее мы сейчас и заедем ну а здесь стандартный в принципе с неудобным подъездом как и и в других почему нет странно но здесь камеру придется менять так ну слава богу что клиенты довольны идите кушайте пейте отдыхайте и мы поедем дальше конечно пропуск пропуск и 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 очень прям много это очень плохо я надеюсь нам бензина хватит чтобы добраться до нашего третьего города и в принципе наверное вообще три города здесь ладно 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 это все мелочи жизни кончится бензин будет заканчиваться я заеду на заправку надеюсь она где-то будет здесь пути поблизости но ночью конечно хорошо есть что меньше машин и можно побыстрее но это понимаю мы уже подъезжаем серьезно такой маленький маршрут обалдеть но не надо гнать не надо гнать в принципе до города стандартные я хоть правильно еду не по встречке блин лежачий не конечно эти напрягают конкретно так налево ну то мы подъезжаем друзья нет неправильно все так же как прошлый 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 раз все то же самое все одинаково стоп мне это интересно можно поехать куда-то не по маршруту а просто взять и покататься вот это прям интересным было бы куда это может вывести нас если просто взять и кататься здесь так а что здесь за и в одном ряду и в другом а мне как ехать буду ладно вас вот так вот обгонять экстремальным вождением буду заниматься на этой дороге так едем 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 мы в далекие края мы уже приехали с вами друзья на самом-то деле мы уже приехали ну вообще-то красный горит что он не пипикайте лежачий который не почувствовал как все стандартно к сожалению ну да все это стандартно подождите подождите они сейчас поворот следующий ну хорошо стоп выезжаем хорошо погнали какие двери открыты не понял а как они открыты были если я их закрывал ой не знаю ой не знаю ну так себе в общем то как водитель хреновый день ну вот собственно да вот только то мы заработали бонус за рекламу не дается то что рекламы типа нету хотя она вот сейчас автоматом включена ну вот такая вот серия получилась я расстроен тем что я бы как вожу столько аварий было ну ничего мы следующей серии обязательно еще покатаемся с вами а на сегодня с вами прощаюсь до новых встреч не грустите не болейте всем пока пока